Благодарим Тебя, Господь, за это утро, прославляем Тебя, Господь, слава Тебе, спасибо Тебе, Господь, что сегодня Ты привел нас сюда, дал нам силы сюда добраться, Господь, просим Твоего благословения на это служение, Отец, помоги нам открыться, Господь, достаточно для Тебя, прославить Тебя, Господь, нашими голосами, нашими устами восхвалять Тебя, Господь, поднимать руки к Тебе, воздевать их к Твоим небесам, ожидая от Тебя помощи, Господь. Пусть, Господь, Твое имя здесь будет прославлено и в Твоем храме все возвещает о славе Твоей, Господь. Мы благодарим Тебя, наш Бог. Спасибо Тебе, что Ты есть у нас. Спасибо Тебе, что нам есть к кому обратиться. Спасибо Тебе, Господь, что Ты нам дал дух усыновления. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты принимаешь нас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты нашел нас, Господь, омыло и очистил. и поставил здесь, в доме Твоем, Господь, чтобы мы возвещали Твои совершенства, Господь, чтобы мы восхваляли Тебя, Господь, Твои дивные дела, Твое прекрасное имя, Господь. Мы благодарим Тебя, мы кланяемся Тебе, Отец, за все Тебе хвала и честь, Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Халилюя. Халилюя. Господь достоин хвалы и проклонения. Давайте возденем к Нему наши руки и сердца и прославим Его, ибо Он достоин. Халилюя. Ибо Он благ, и вовек милость Его. Халилюя. Халилюя. Во наш Господь Его милость пребудет во веки. 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 И всех поколений, и всех поколений, и всех языков, А всех народов, и всех родов, и все платили, и все. Хвала Тебе, Аллилуйя, Аллилуйя, Хвала Тебе за то, кто Ты ешь, Хвала Тебе, Аллилуйя, Аллилуйя, Хвала Тебе за то, кто Ты ешь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 All the time, all the time You are good, you are good All the time, all the time You are good All the time, all the time, all the time, all the time All the time, 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 all the time Бого, 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 Бого! За то, кто ты есть Помоги мне Аллилуйя, аллилуйя Помоги мне всем За то, кто ты есть За то, кто ты есть За то, кто ты есть Ты Бог Аллилуйя Ты Бог Аллилуйя Ты Бог Слава тебе Прими жертву и сладости народа с Богом Жертву угодную совершенную благую Аллилуйя И тебе Слава Просто знай, Боже Это ты, кто дал мне жизнь Ты на городе Что не могу я обнести Ты спаситель мой Все так, что есть во мне Каждый день тебе Каждый день Каждый день И на месте тебе Каждый день Я следую тебе Каждый день Я следую тебе Каждый день Каждый день, Боже Чуться слову твоему И молю тебя Затем познать любовь твою Каждый день, Боже Кто меня рукой своей Моя жизнь Моя жизнь стала Силом я Для любви Силом я Для любви Силом я Для любви Каждый день Я следую тебе Каждый день Я следую тебе Каждый день Я следую тебе Я следую тебе Я следую тебе Яselt Вынушной Я следую вам Этоogrей Что-а Я следую вам Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я со Распеца Христом и в Иисусе оживлен, искуплен я кровью Отца Святого, стал Сыном я всемогущего Бога. Иисусе оживлен я кровью Отца Святого, стал Сыном я всемогущего Бога. Иисусе оживлен。 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо тебе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Через это поклонение, Господи, Господи, приблизь нас к Себе через пение, Господи. Господи, спасибо Тебе, что Ты даровал нам, Господь, иметь эту жертву, Господь, для Тебя. Через поклонение, Господи, спасибо Тебе. Алюмия. Господь пришел в сияние свое, Его славой полна земля. Чудный лик Его отображен, В каждом, кто склонил пред Ним себя. Его слава покрыла меня, И в его славе свободен я. Агнец свят ангелы поют, Присутствие Его святом у трона. Господь свят славу вас даю, Спасителю Христу поют народы. Агнец свят, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Огне свят ангелы поют В присутствии Его святом Утром нам Господь свят Славу воздаю Спасителю приступаю Народы Его слава покрыла меня В Его славе свободен я Огне свят ангелы поют Присутствие Его святом Утром нам Господь свят Славу воздаю Спасителю Христу поют Народы Народы Огне свят ангелы поют Присутствие Его святом Присутствие Его святом Субтитры создавал DimaTorzok 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 Урагай. Народы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Народы Господь свят, славу вас даю, Спасителю Христу мою народы. Аллилуйя, 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 Поклоняемся Тебе, Господь, Поклоняемся Тебе, Владыка. Поклоняемся Тебе, превозносим имя Твое, превозносим имя Твое. Поклоняемся Тебе, превозносим имя Твое, превозносим имя Твое, превозносим имя Твое. Достоин, 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 Достоин Твою, превозносим имя Твою. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Халилюя И так всякого, кто слушает слова Мои И исполняет их, уподоблен мужу благоразумному Который построил дом свой на камне И пошел дождь, разлились реки, подули ветры И устремились на дом тот И он не упал Потому что основан был на камне И он не упал Он не стал обвинять ветры, он не стал обвинять воды, он не стал обвинять трагедии Он просто выстоял трудное время и остался стоять Потому что основан был на камне Не потому что такой хороший Не потому что лучше других А потому что нашел время И нашел возможности Заложить такое основание Которое нужно для ветра, для воды Для испытания, для трудных времен Нашел возможности И выстоял Аллилуйя Псалом 40 говорит Твердо уповал не на Господа И он преклонился ко мне И услышал вопль мой Извлек меня из страшного рва Из тенистого болота И поставил на камни ноги мои И утвердил стопы мои И вложил в уста мои Новую песнь Хвалу Богу нашему Увидят многие Убоятся И будут уповать на Господа Аллилуйя Аллилуйя Насколько я понимаю Тенистое болото Немногие просто понимают Что такое тенистое болото Это отличается от других болот Есть разные болота Знаете Болото-болото разница Вот есть то болото Которое не просто Хочет оставаться болотом А то болото Которое хочет Тебя затянуть в себя Вот у нас где я жил Было много болот На Полесье Вы знаете Там много болот Но было одно болото Которое мы обходили Десятой дорогой Потому что если туда попадешь Без посторонней помощи Не вытащишь Поэтому Давид говорит Он Вытащил меня Вытащил меня Чем больше ты борешься с болотом Тем больше оно тебя затаскивает Поэтому нужна посторонняя помощь Бог вытащил Почему Бог вытащил Потому что Давид говорит Я твердо уповал на Господа Твердо уповать на Господа Можно просто уповать А можно твердо уповать Это значит не колеблясь Не допуская других вариантов Придет Бог или не придет Спасет Бог или не спасет Иов твердо уповал на Бога Когда не оставалось никаких шансов А он говорил А я знаю Искупитель мой жив Все говорили У тебя шансов нету Твои шансы равны нулю Ты проиграл Бог тебя забыл Богу ты не интересен А Иов говорил А я знаю 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 Искупитель мой жив Аллилуйя Мы будем молиться за наши молитвенные нужды Молитвенные просьбы И одну из этих просьб я вам прочитаю Все не будут читать Но вот одну У меня есть желание с вами поделиться Потому что Нам пишут Знаете Все мы прочитать невозможно Вот одну прочитаю Пожалуйста Молитесь Обо мне Я Незамужняя и безработная женщина Один мужчина Приближался ко мне Чтобы предложить мне Брак Моя семья Его семья Очень сильно заинтересованы Мне он Мне его семья Очень нравится Родня Мне нравятся его родители Но одна проблема Он никак не может сделать Решение По поводу брака Пожалуйста Молитесь О нем Чтобы он принял решение На мне жениться Еще не конец записки Дальше Слушайте После После многоточия Продолжается мысль Я В полной депрессии Подавленное чувством Одиночества У меня нету друзей Все они Уже Имеют семьи И заняты Своей жизнью Пожалуйста Я очень нуждаюсь В ваших молитвах Помните меня Молитесь Молитесь о нем Чтоб он принял решение На мне Жениться И меня не избегал Пожалуйста 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 Молитесь За меня Можно я вам вопрос задать Вы бы молились Вы бы молились За нужды Мы никогда не молимся Над чьей О двух волях Был дружелюбным человеком Бог не отвечает Бог не отвечает на молитвы Я скажу Разумный парень Есть чего переживать Представьте себе К этой неработающей Полной депрессии Женщине Добавить Заботу еще о одном Мужи И еще троих Четверых детей Которые по ночам Плачут И болеют Которых нужно везти В школу К доктору И кормить Каждый день Добавьте К ее депрессии Что она будет делать С ней Вы готовы молиться Вы готовы молиться Простирайте руки Будем молиться Прекрасная сестра Глубоко верю Что знаете Искренне Просит искренне Мы отвечаем искренне Мы не унижаем никого Но Слушайте Это явно просто Господи Мы благодарны Тебе за Твою заботу Господь Мы благодарим Тебя Господь За силу И власть Которую Ты дал церкви Господь Молиться Господь И утверждать Царство Твое Господь И говорить Господь В нашей молитве Да будет воля Твоя И на земле Как и на небесах Господь Аллилуйя Отец Мы приносим Господь Эту молитвенную просьбу Господь Нашей сестры Господь Мы просим Во имя Иисуса Христа Господь Яви Твою славу В ее жизни Господь Откройся ей Господь Дай ей Господь Вдохни Господь В ее дыхание Веры Настолько сильное Господь Верой Господь Над депрессией Над обстоятельством Господь Чтобы из жизни Радостность Господь Пришла в ее судьбу Господь Аллилуйя Чтобы Господь Она действительно Отец Открыла источники Твои Господь Даже в самые тяжелые Минуты Одиночества Депрессии Всяких атак Господь Мы не осуждаем Господь Мы поддерживаем ее Во имя Иисуса Подними ее Господь Силой духа Силой слова Господь Над всяким давлением Во имя Иисуса И над всем Что мешает ей Иметь работу Обеспечивать себя Господь Иметь друзей Господь Иметь дружеские отношения Господь Общение И радость Господь Каждого дня Независимо в браке Или без брака Господь Во имя Иисуса Христа Господь Мы благословляем Господь Сестру Именем Твоим Святым Господь Ты дава истинно Товопль Господь Но мы не можем Говорить Тебе Как на кого влиять Господь Мы просим Тебя Просветить Твоим словом И духом Твоим Господь Во имя Иисуса Приди в этот дом Приди в эту родню Господь Во имя Иисуса Господи Мы благословляем И жениха Господь Сохрани его От всякого Господь Неблагорассудного Поступка Господь Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Сохрани его Господь От всякой Манипуляции И контроля Господь Во имя Иисуса Господи Помоги им создать Господь Семью По слову Твоему По воле Твоей Господь Что в этой семье была любовь, мир и радость, Господь, достаток и благословение Твое, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя. Господь, мы приносим всякие нужды, Господь, которые здесь описаны. Тех, кто больны раком, Господь. Отец, надежда Ты, упование Ты, спасение Ты, защита Ты, покров Ты, Господь, только Ты. Аллилуйя. Игова Рафа, Бог моего исцеления, Игова Шама, Бог, ожидающий меня там, куда я иду. Аллилуйя. Слава Тебе. Слава Тебе, Господь, за спасение, за исцеление. Мы сокрушаем силу рака во имя Иисуса Христа. Мы сокрушаем силу всякого предсказания, колдовства, контроля, манипуляций ложных снова во имя Иисуса. Аллилуйя. Разбиваем всякий контроль безбожный. Разбиваем во имя Иисуса силы тьмы, колдовства, волшебства, гадания, чародейства, всяких религий, безбожных, бесовских. Разбиваем властью имени Иисуса Христа из Назарета. И проглашаем, Господь, что церковь Твоя будет сильная, как полки со знаменами, полной любви, благодати и истины. Аллилуйя. Во имя Иисуса, Господь, да придут ответы Твои в каждый дом, в каждую семью, в каждую судьбу. По воле Твоей, по слову Твоему, по великим, святым Твоим обетованиям данным, народу Твоему и всему миру, Господь. Аллилуйя. Всем людям слово спасения да придет во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за Украину. Господь, за то, что по сегодняшний день Тебя сохранил от войны, от кровопролития. Господь, Ты знаешь, как говорить к сердцам политиков. Ты знаешь, как им дать мудрости, Господь, чтобы кровь человеческая не лилась. Господь, во имя Иисуса Христа, мы просим Тебя, сохрани от братоубийственной войны. Сохрани, Господь, во имя Иисуса Христа. Дай мудрости. И на востоке, и на западе. Дай мудрости, Господь. Мирно разрешить, Господь, всякие существенные разномыслия, разные взгляды. Господь, только Ты можешь примирить непримиримые. Только Ты можешь, Господь, сдвинуть пласты греха, проклятия и принести благоденствие в землю. Господь, мы молим, пусть придет пробуждение в России и в Украину. Богопознание Тебя, Господь, как истинного Бога. Аллилуйя. Чтобы люди перестали воровать не под дулом автоматом, а чтобы люди познали спасение, и благословение Твое. Аллилуйя. 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 Господь, этой земле нужны не Сталины, не автоматы, Господь, не режимы. Этой стране, Господь, нужно живое. И в Англии просвещающее человека и дающее силы жить благочестиво и праведно в нынешнем веке. Аллилуйя. В больших городах и в самых маленьких деревнях сохрани, Господь, нацию от всякого, Господь, спивания, от наркомании, алкоголизма, Господь, от всяких самоубийств, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя. Столько, Господь, в этой земле пролито крови святых Твоих. Столько праведников полегло там, Господь. Во имя Иисуса Христа. Господь, да придет, Господь. Наша молитва пред лицо Твое вместе с воплем невинной крови, которая уже много-много веков проливалась в той земле. Пусть придет этот вопль о пробуждении спасений. Господь, братьев и сестер наших по крови, родных, во имя Иисуса, который еще не знает Тебя, Господи, приди Твоим спасением к царям, к президентам, к министрам, к губернаторам, сенаторам, к правым, к левым, к центральным, к явным и тайным, кто в защите, кто в нападении. Господь, к интеллигенции приди, к бомжам приди, к грамотным и безграмотным, Господь, приди, к значущим и незначущим приди. Мы взываем к Тебе, Господь, потому что знаем решение в спасении Твоем. Аллилуйя! Аллилуйя! Господи, благодарим Тебя. Мы молимся также за Америку, за Европу. Сохрани от беззакония, сохрани от разложения, сохрани, Господь, от всякого коллапса. Господи, это видимое благополучие, которое сегодня, Господь, бросается в глаза. Господь, пусть никого не удержит, а также сам от знания Тебя и познания и служения Тебе, Господь. Никакие блага, удовольствия и комфорт, Господь, пусть не удержат нас от того, что мы служили Тебе чисто, сердечно, с доброй совестью, как обещали Тебе в день нашего святого водного крещения. Господи, слава Тебе за то, что Твоя рука была с нами до этого времени, за то, что Ты хранил нас и вел, Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за церковь Твою, Господь. Мы молим сегодня о той церкви, которая гонима сегодня, о той церкви, которая сегодня преследуема, которая сегодня, Господь, тайно собирается, тайно читает Библию, тайно призывает имя Иисуса, Господь, которые сегодня сидят в тюрьмах, в застенках, в голоде и холоде, из-за имени, которые выше всех имен. Они сегодня терпят, Господь, недостатки, нужду, голод и холод, лишения, гонения. Господи, поддержи Твоих истинных детей, которые верят Тебе, Господь, не за какую-то моду или пропаганду, а верят, потому что Ты открылся им, Ты встретил их на дорогах к жизни. Господи, они познали Тебя и за веру, Господь, готовы на все идти. Поддержи, Господь, под ними церковь. Ты обещал, Господь, что новый человек в Иисусе, созданный по Богу, из всех народов, прославит Твое великое, достойное славы имя. Аллилуйя. Господь, мы воздеваем наши руки и молим Тебя о Твоем первенце. Мы молим Тебя о Безраиле, Господь. Мы молим Тебя о спасении, защите, о откровении Твоего слова. Господь, да будут обетования Твои исполнены, Господь, на все сто процентов, которые Ты обещал Твоему народу, которые Ты обещал Аврааму, Исааку и Иакову, которые Ты дал, Господи, эти вечные, незыблемые обетования, жизни и благоденствия, Господь, и спасение, познание Тебя, единого истинного Творца Всемогущего, Бога Вседержителя. Господь, мы говорим, мир на Израиле, шалом, мир ушелаем. Мы приглашаем Твое спасение и Твой покров во имя Иисуса Христа. Мы верим Твоему слову и мы утверждаем это слово, Господь. Сегодня исповедуем. Спасешься Ты весь Твой дом. Аллилуйя, Господи, это слова спасения для наших близких и родных, для наших народов, национальностей, Господь, для наших национальных домов. Спасешься Ты и весь Твой дом. Аллилуйя, для нашего русского дома, американского дома, украинского, польского, чешского, Господи, дома, латышского, литовского, белорусского, Господь, дома, казахского, киргизского, Господь, туркменского дома. Спасешься Ты и весь Твой дом. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Господь, мы им утверждаем слово вечное, слово Божье. Ты сказал, Ты изрек и будет так. Нету силы во Вселенной воспрепятствовать Тебе, Господь. А Ты поставил церковь, чтобы она была столбом и утверждением истины. Истина Твое Слово. Твое Слово есть истина. Аллилуйя, мы утверждаем. Помоги нам, Господь, в вере, смело, с дерзновением утверждать слово спасения, слово надежды для будущности. Во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал Амин. Аллилуйя. Давайте принесем наше приношение Господу, поклонимся Ему. Нашей десятиной даянием. Господь, мы благодарны Тебе за Твою заботу о нас. Благодарим, Господь, за всякий финансовый достаток, избыток, обеспечение. Господь, мы благодарим Тебя, Отец. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа направь наше сердце к послушанию, смирению, Господь, и соблюдению Твоих законов, Твоих уставов, Господь. Во имя Иисуса мы молимся не о тех, кто в нужде, Господь, кто в голоде, кому нечем заплатить за квартиру, кому нечего кушать, Господи, во имя Иисуса пусть придет от Твоих источников, Твоих возможностей. Во имя Иисуса мы просим и благословляем всякую руку дающую, всякого успешного человека, благословляем, чтобы он еще был более успешным. Во имя Иисуса в доме Твоем. Аминь. Мир вам, дорогие братья и сестры. Мир вам, дорогие братья и сестры. Примите привет из холодного Тюменского севера России. Пусть Господь благословит каждого из вас и Он остается для вас Бог, Который есть ответ. 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое! Спасибо большое! Давайте мы встанем на наши ноги еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть он остается Господь, Дух Святой, Ты есть Тот, Который открываешь истину, Ты есть Тот, Который интерпретируешь Слово Отца. Говори мне сегодня, касайся моего сердца во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста, давайте мы будем очень внимательно будем хранить Божье присутствие на этом месте. Это очень важно. Второе послание, второе Паралипоменон, седьмая глава, четырнадцатый стих. И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, прощу грехи их, и исцелю землю их. Мы с вами продолжаем то, что Господь начал в нас, то, к чему я верю, Он ведет нашу церковь, посту, молитве, поклонению. И мы сегодня двинемся глубже, чтобы понять, насколько это важно, и чтобы Дух Святой коснулся каждого из нас и затронул наши сердца, чтобы дал сегодня откровение к пониманию важнейшего принципа отвеченной молитвы. Мы сегодня говорим о посте, и мы с вами говорили в прошлый раз о том, что пост является утерянным ключом, свидетельство, которое мы постоянно встречаем на страницах Священного Писания Библии. Но, тем не менее, каким-то образом он был оставлен без внимания, утерян многими верующими. Мы говорили с вами, давали это определение, что такое пост. Это добровольный отказ от пищи, но я подчеркиваю важность следующего для духовных целей. Это не просто голодание, и поэтому мы посмотрим, когда, каким образом пост является постом, а не просто голоданием. Есть много людей, которые голодают, но Господь Бог обещал, Иисус обещал в Нагорной проповеди, Он говорил о трех вещах. Он говорил, когда ты делаешь даяние, даешь милостыню, когда ты постишься и когда ты молишься, эти три вещи, которые обязательно, он не говорит если, он говорит когда, то есть это должно быть обязательной нашей практикой. Он говорит, Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Господь гарантирует, что если даяние есть истинное даяние, если пост есть настоящий пост, если молитва, настоящая молитва, Бог гарантирует ответы, Бог гарантирует благословение. Это гарантия. И Господь определил для своего народа пост как способ смирения. Мы в прошлый раз с вами говорили, именно на это обращали внимание, что с точки зрения Бога пост это прежде всего смирение перед Ним. Мы также с вами говорили о том, что сам Иисус практиковал пост, Он учил этому своих учеников, и Церковь Нового Завета она следовала этому. В этой части мы будем говорить больше о внутреннем механизме, если можно так сказать, поста. Какие изменения производит пост в нашем внутреннем человеке, потому что многие люди не понимают взаимосвязи внешнего, вроде пост это то, что касается нашего тела, какое оно имеет влияние на нашу духовную жизнь. Будьте очень внимательны, если вы это поймете, вы будете практиковать пост постоянно, не от случая к случаю. И пост должен быть нашей постоянной практикой, минимум раз в неделю. Первое, что я хочу сказать, первая истина, которую нам необходимо максимально уяснить и увидеть то, что говорит Писание, состоит в следующем. Что наша жизнь, что наша жизнь, возможно, христианская жизнь, возможна только благодаря силе Святого Духа. Я еще раз повторяю, наша жизнь в Боге возможна только благодаря силе Святого Духа. Нет другой силы, которая сделает нас способными жить такой жизнью, какой Бог предписывает нам. Мы не можем это жить, делать собственной силой и своей собственной волей. Это можно только в зависимости от Святого Духа. Поэтому ключом к успешной жизни в Боге состоит в том, чтобы знать, как высвободить силу Духа Святого в нашу жизнь. Чтобы в этой силе мы могли делать то, чего мы не можем делать нашей собственной силой. После своего воскресения, перед тем, как Он был восхищен, и прежде чем послать учеников на самостоятельное служение, Иисус недвусмысленно им сказал, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, Самаре и даже до края земли». Другими словами, Он сказал, «Для того, чтобы вы могли исполнить то, что Я вам поручаю, вам необходима сила, вы нуждаетесь в той силе, которая больше вашей собственной силы. Сила Святого Духа. И она придет от Духа Святого. Не идите, не начинайте ничего делать, пока не обличетесь этой силой свыше». И если мы посмотрим, посмотрим на некоторых учеников, на того же самого Петра, который трижды отрекся от Иисуса из-за страха, когда исполнился Духа Святого, и когда Он стал, проповедовал, и Он проповедовал перед тысячами людей, и Он говорит, «Это вы распяли Господа славы!» Он наполнился смелостью и храбростью. И написано, что Его слова пронзили сердца людей в английском переводе. И они сказали, что нам делать, Он сказал, «Покайтесь!» Это была сила Святого Духа, сверхъестественная сила, которая изменила Его изнутри, и которая дала особую весомость и силу Его словам. Смелость. Итак, мы зависим от Духа Святого. Апостол Павел сказал, и в Ефесянам 3 главе, в 20 стихе, «О тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем». Павел говорит очень ясно, что Бог может сделать намного больше того, о чем мы можем подумать или вообразить, но это зависит от Его силы, которая действует в нас. объем и качество того, что мы можем сделать, или вернее, что Бог может сделать через нас, не зависит от нашего мышления или воображения, но зависит от сверхъестественной силы, которая высвобождается через нас, будь то в молитве, в проповеди или в какой-то иной форме служения. Поэтому ключом, как уже я сказал раньше, является понимание того, как высвободить силу Святого Духа и стать каналами, инструментами, через которые беспрепятственно Дух Святой действует через нас. Итак, мы ничего не можем сделать, мы не можем жить, пункт номер один, без силы Святого Духа. Дальше следующий факт, очень важный. Наша старая плоская природа, она противится Святому Духу. Сама ее сущность, сам ее характер такой, что она противится Духу Святому. Она находится, Писание говорит, во вражде Святому Духу. Эту плоскую природу Писание называет плотью. Это подразумевает не просто наше физическое тело. Плоть, когда мы читаем это в Библии, это не просто физическое тело, но это вся наша природа, которую мы унаследовали в нашем физическом теле. Имеется в виду та падшая природа, которую мы унаследовали от праотца Адама, который стал бунтарем. И, в другим словами, где-то в каждом из нас внутри живет бунтарь, прячется, который является нашей плоской природой. В Послании Галатам, в пятой главе, в шестнадцатом-семнадцатом стихе апостол Павел говорит так. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Как видите, мы зависим от Духа Святого. Если вы будете поступать по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти, если вы будете близких отношения с Духом Святым. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Можете сказать на это аминь, если вы понимаете меня. Вот такая реальность духовная. Это предельно ясно, и это очень важно. Плотская природа находится в оппозиции к Духу Святому. Если мы уступаем нашей плотской природе, то мы оказываемся во вражде к Духу Святому. Если мы хотим подчиниться Духу Святому, тогда мы должны разобраться с нашей плотской природой. Потому что пока плотская природа контролирует нас и действует через нас, до тех пор, чтобы мы не делали это, это обязательно будет вопреки Святому Духу. Это очень важно понять. Это относится не только к нашим естественным желаниям, хотя это и их включает тоже, но относится к тому, что Библия называет плотским умом. Еще одна важная вещь. Послание к римлянам, 8 глава, 7 стих. Апостол Павел говорит еще более сильные слова. Он говорит, плотские помышления суть вражда против Бога. Плоть находится во вражде Святому Духу, а плотские помышления находятся во вражде против Бога. Почему? Потому что Бог дал свое слово, и это естественно. Плотские помышления, они всегда противятся Его слову, Его постановлениям, его заповедям. Поэтому мы должны понимать, что плотское мышление, являясь враждаю против Бога, оно не нейтрально. Наше естественное мышление, оно не нейтрально. Нет ни малейшего намеку в Библии на то, что плотской ум и плотская природа, каким-то образом они склонены к тому, чтобы исполнять Божью волю. Плотской ум, он уже по своей природе находится во вражде к Богу. Вспомните, каким образом у вас боролся ваш разум, когда вы первый раз слышали Евангелие. Вспомните, каждый из вас, какие аргументы вы выставляли. Я не думаю, что есть здесь такие люди, которые просто бросились в объятия Бога без всякого сомнения. Может быть, единицы. Слава Богу, мы благословляем вас за это. Написание говорит, что естественный плотской разум, он во вражде против Бога. Что мы можем понимать под плотским умом и плотским мышлением? Это наша старая невозрожденная душа во всех своих функциях. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили, что функция души определяется, как способность принимать решения, это воля, способность мыслить, это мышление, и способность проявлять чувства, это эмоции. Другими словами, воля говорит, я буду, ум говорит, я так думаю, эмоции говорит, я так чувствую. И естественный, невозрожденный человек управляется и контролируется этими тремя проявлениями своего я хочу, я думаю, я чувствую. Но когда это все будет подчинено, Святому Духу, только тогда мы придем к послушанию Святому Духу, и Он будет свободно действовать через нас. Мы должны подчинить, я хочу, я думаю, я чувствую Духу Божьему. И согласно Писанию, это происходит через пост и молитву. Я хотел бы сказать молодым людям, например, те, которые от страшного искушения, например, в сексуальной сфере. Я вам советую помолиться, попаститься неделю. И я бы в конце недели задал бы вам вопрос, как вы, какие у вас желания. И не только в этой сфере, в любой сфере, на самом деле это библейский ответ. Послушайте, я вам еще глубже, я сделаю такой срез, я вам покажу на основании Писания, насколько это важно. Поэтому пост это не просто внешне, это очень духовная вещь, которая влияет на наше духовное состояние и наше отношение к Богу, к Его Слову и подчинению Духу Святому. Смотрите, что апостол Павел пишет. Первое послание Коринфянам, 9 глава. Он пишет о том, что он сражается со своей плотской природой и как он ее побеждает. Все подвижники воздерживаются от всего для того, чтобы те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. В современном переводе это написано так, это очень интересно. Каждый, кто соревнуется в состязаниях, буквально это имелось в виду Олимпийские игры в то время, приходит, проходит трудную подготовку или еще по другому, в другом переводе входит в жесткую тренировку. Они получают недолговечный лавровый венок, мы же получаем венец неувядаемый. Вот и я бегу как тот, у кого есть цель и дерусь как тот, кто всерьез дерется, а не просто по воздуху машет кулаками. И Павел говорит здесь, я человек с целью, у меня есть задача, я человек, который нахожусь под дисциплиной и я изнуряю мое тело нещадно, держа его в узде. Это другой перевод. Я бью мое тело и делаю его моим рабом, чтобы проповедовать другим, самому не оказаться отвергнутым, дословно в греческом написано дисквалифицированным. То есть он говорил, что для меня это очень важно, чтобы слышать Божий Дух, чтобы быть чувствительным к Божьему Духу. Для меня это обязательно, я это делаю нещадно, я это делаю постоянно. Он говорит, часто в постах, в деньях, в молитвах, чтобы быть чувствительным к Духу Святому, чтобы не поступать вопреки, не стать врагом Богу в своем мышлении или в своих существованиях. Это должно стать нашей еженедельной практикой. Иногда Бог ведет нас в большие посты. Но это должно быть обязательно. Павел осознавал, что он хочет преуспеть в своем призвании Богу, и он должен привести свою природу, свой плотской разум подчинения. Чтобы, как я прошлый раз говорил о том, чтобы наше тело было слугой. Наше тело это прекрасный слуга, но она ужасный господин. Если он становится господином, то это ужасно. И я говорил, и еще раз хочу сказать, что есть люди, среди нас, которым нужно освобождение в некоторых вещах от еды, сверхъестественного освобождения. Мы не можем быть в близких отношениях с Богом. Посмотрите, я вам сейчас приведу некоторые примеры, чтобы вам стало понятно. Помните, мы в прошлый раз читали Псалом 43, 13, где Давид говорит, я, я, наверное, прочитаю сейчас Псалом 43, 13. Давид это практиковал, говорит, на секундочку, на секундочку, не 43, а 34. Псалом 34, 13. Давид говорит так, «Я изнурял постом душу мою». Видите, Он не говорил «изнурял постом тело мое», «изнурял постом душу мою». Мы с вами говорили, душа – это наше мышление, наше чувство, и мы являемся мыслящими, чувствующими, желающими, существами. Это то, что составляет душу человека. И у нас есть также тело, которое связывает нас с внешним миром, и есть дух, через который мы можем общаться с духовным миром и с Богом. Об этом написано 1 Фессалом 5, 13, говорит, «Чтобы ваш дух, душа и тело во всей полноте были освящены». Когда наш дух спасается, он имеет уже взаимоотношение с Богом, но нашей душе нужно искупление. И Библия говорит, что наш разум должен быть обновлен, освобожден, обновлен Божьим словом. Наше чувствование, наше чувство, эмоции иногда должны быть исцелены из-за ран прошлого, и у нас должны быть чувствования, как во Христе Иисусе, и нашу волю мы должны подчинить Божьей воле. Если наша душа не искуплена и не открыта для Господа, то она будет открыта для мира, для плоти и дьявола. Вот смотрите, каким образом это работает. Например, вы встречаете человека, соседа своего, выходите на улицу и сталкиваетесь с своим соседом, которым ужасно поссорились вчера. Что происходит? Сначала физическое восприятие, мы видим соседа. Через это восприятие органами чувств, органы чувств активизируются и активизируется эмоциональная реакция. Это может быть раздражение, смущение, гнев, обида или еще что-нибудь. Неприятие. И оно начинает влиять на нас. Но если мы возрождены свыше, наш дух внутри начинает действовать как совесть и вмешивается и говорит, и он выносит как бы суждение на нашем поведении. Ты не должен так делать, ты не должен обижаться, ты должен прощать своих врагов. Это неверно. Так или нет? Наша проблема в том, что мы живем и воспринимаем жизнь нашей душой. Душа это как руль в нашем естестве. Вы можете, например, получать откровение от Бога о своем будущем, своем призвании, которое 100% от Бога в ваш дух, потому что Бог говорит в наш дух. Но если ваша душа не искуплена, если она не смирена, например, у вас прошлое, это прошлое, это опыт падений, неудач и так далее. И разум твой не обновлен, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, тому, кто действующий во мне силой, может сделать несовременно больше, чем прошу и чем помышляю. И Господь говорит, я даю тебе это, ты будешь вот этим, ты пройдешь. Твой разум говорит, ну-ну-ну-ну-ну-ну, а вспомни, что было тогда, у тебя ничего не получится. И душа фактически, если я воспринимаю не духом, а душа, если душа у меня впереди, если душа моя не искуплена, то я не могу войти в то, что Бог мне говорит. Кто меня понимает, о чем я говорю? Это очень-очень-очень важно. Быть духовным, это не просто говорить на языках и обладать дарами Святого Духа. Быть духовным, это значит Духом, чтобы мой Дух руководил через Дух Святой руководил моей жизни. Не мои чувства, не то, что я вижу, не то, что я слышу, не то, что я хочу. И в этом искусство. И поэтому Павел понимал, он говорит, я такой же человек, как все, у меня такая же самая плоть, но я порабощаю мое тело. Давид говорит, я свою душу смиряю постом, я подчиняю мои желания Божьим желаниям. И в этом заключается вся суть. Смотрите, вот интересны просто некоторые примеры Писания. Марка, третья глава. Матфея 8 глава сначала. Матфея 8 глава. Просто покажу пример, насколько наша душа имеет влияние на нашу жизнь. и нет другого пути, как смирять ее по Писанию через пост. Бог всегда говорил, мы с вами в прошлый раз говорили, когда Бог говорил, смиритесь, Он имел в виду пост. Матфея 8 глава, 19 стиха. Тогда один книжник подошел, сказал ему, учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. И говорит ему, Иисус, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. То есть, этот человек, который, книжник, который хотел идти за Иисусом. Наверное, он слышал его слова, видел его чудеса, эмоционально он вот так раскрылся. Есть такие люди, которые очень эмоционально раскрываются, ты смотришь, он так выходит с такими слезами, покаянием, кается, и больше его никогда не видишь. По каким-то другим причинам. Вот этот человек эмоционально открылся для Господа, но у него не было понимания, его разум не был обновлен. Иисус, другими словами, говорит, ты не понимаешь, какая цена следования за мной, ты чего-то многого лишишься. Другой человек сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Иисус сказал ему, иди за мною и предостав мертвым погребать своих мертвецов. Видимо, этот человек слышал то, о чем говорил Иисус книжников, он говорит, да, я готов пойти, мне все равно. Но у него была другая проблема, проблема с его чувствами, они были закрепощены. Иисус говорит, у тебя проблема в этой сфере. Марка, в 10 главе, вы помните историю о богатом юноше, или в английском там написано богатый молодой правитель, который подошел к Иисусу и говорит, что делать мне, чтобы наследовать Царство Божие. Иисус, написанно, на него посмотрел и полюбил его, он увидел его сердце. Но Иисус видел намного глубже, чем просто видят люди. И он говорит, возьми, продай свое имение, раздай нищим. И он с печали отошел. У этого человека было понимание, у него с чувствами было все нормально, но его воля, у него не было посвящения. Смотрите, в первом случае у одного человека проблема с разумом, не было понимания. Это относится к нашей душе. Другой человек была проблема с волей, позволили похоронить своего отца. У третьего не хватало посвящения. Иисус жил другой жизнью. Кто из вас знает, что Иисус на земле не пользовался своей силой как Бога? Он был как человек зависимый от своего Отца Небесного. В послании Филиппийцам написано, Он оставил всю свою божественную силу на небесах и стал как человек, и по виду стал как человек. Поэтому Иисус постился, очень часто постился и уходил, молился. И смотрите, жизнь Иисуса была совершенно другой. Иисус жил... Как вам это объяснить, как бы это сказать? Кто из вас когда-то видел картинки, которые рисуют дух, душа и тело, вот такой большой круг тела, потом маленький круг душа и потом дух. Вот у нас вот так мы живем. Мы живем, мы воспринимаем окружающий мир нашим телом, нашим зрением, осязание, и нашими эмоциями, потом душа идет, мы воспринимаем эмоционально или взглядом нашим, который определяет, видим, как говоря, мы даже такую пословицу придумали, что человека встречают по одежке. Мы не можем посмотреть вглубь человека, вот такой красавец, какой красавец, вот вы поняли за него замуж, такой красивый, умный, но ты не видишь, может быть, он тряпка, может быть, он маленький сынок, может быть, он вообще никчемный человек. Мы не можем видеть это? Или отбород, ой, какая красивая, вот на этой бы уже нет, любовь с первого взгляда, а может она совершенно не та, которая внешне выглядит, поэтому сущность Иисуса была другая, Иисус жил духом наружу, будем так говорить, мы живем душой наружу, воспринимаем все нашей душой, Иисус жил духом наружу, он проникал в сущность человека, он был связан с духом святым, Писание говорит, у него никогда не было нужды знать, что в человеке, но что он видел намного глубже, он смотрел духом, мы же совершенно по-другому, и в этом заключается смысл, вот о чем Писание говорит, чтобы мы духом умешляли дела плотские, чтобы мы воспринимали этот мир духом, смотрите, интересный пример, Иоанна 11 глава, помните, Иисус пришел в дом Лазаря, который уже был мертвым, как вы думаете, легко воскрешать человека? Есть тысячи препятствий на пути, есть тысячи сомнений, вспомните, может быть, каким образом, кто из вас получал когда-нибудь сверхъестественное исцеление от Бога? Иногда это происходит мгновенно, иногда на этом пути целая борьба, сколько искушений, сколько разных обстоятельств, и вот Иисус идет, на встречу выбегает Мария, о, если бы ты был здесь, не умер бы брат, он говорит, он воскреснет, да, я знаю, воскреснет последний день, он говорит, я есть воскресение и жизнь, он пришел, и там люди вокруг, все плачут, кто-нибудь из вас попадал в такую атмосферу похороны, когда все плачут, кричат, такая атмосфера тяжелая, а тебе нужно прийти туда и воскресить этого человека из мертвых, ты сам попадаешь в эту атмосферу, но смотрите, Иисус воспринимал все происходящее не душевно, а духом, и когда все люди начали плакать, не мог ли вот этот, который воскресил, который открыл глаза слепому, сделать так, чтобы этот человек не умер, написано, и он прослезился, он заплакал вместе со всеми, но он не позволил, чтобы его душа, чтобы его чувства овладели им, кто понимает, о чем я говорю, все это на него навалилось, но он отбросил духом, говорит, отец, я знаю, что ты всегда слышишь меня, это не зависит от обстоятельств, это не зависит от того, что я чувствую, даже то, что сейчас мои эмоции тоже вместе с ними, и мне жалко его, но я знаю, что ты меня слышишь, дух впереди, глазарь выйди вон, Иисус действовал всегда, воспринимая все духом, давайте мы посмотрим еще один пример, просто чтобы вам было понятно, почему это так важно, когда мы постимся, он говорит, мы изнуряем душу свою, наши желания, мы побеждаем наше желание, наше чувствование, наша воля, если ты такой гордый, я тебе говорю сегодня, или попастись две недели, ты будешь стоять на коленях, если не знаешь, что гордый, тоже попастись, я знаю, о чем я говорю сегодня, и это очень важно, вот почему нужно практиковать это, вот почему это была практика в первоапостольской церкви, мы становимся чувствительными к Духу Святому в это время, в это время Бог нам говорит, мы ломаем нашу, нашу эту плотскую природу, Павел говорит, я порабощаю мое тело, чтобы достигнуть цели, я хочу быть зависимым от Святого Духа, в сегодняшнем мире, в этой стране, в которой все люди, главная проблема, и сегодня об этом говорят, миллионы, миллионы долларов тратятся на бедикейты, чтобы лечить людей с излишним весом, вместо того, чтобы кормить голодных, которые умирают от голода в других странах, очень хорошая практика бы вести, чтобы был настоящий пост, аминь, я никого не осуждаю, я просто говорю о том, что мы должны это понять, и понять этот механизм, посмотрите, Марка 6 глава, еще один пример, просто того, каким образом Иисус, почему Он таким образом воспринимал, я еще раз повторяю, не потому, что у Иисуса была сверхъестественная сила больше, чем у нас, Иисус говорил своим ученикам, дела, которые я творю, вы сотворите, и более всего сотворите, но если будете пойти, идти моим путем, если ты не берешь свой кресл, и не следуешь за мной, следовать быть его учеником, это идти по следам, по стопам своего учителя, если Иисус это делал, если Иисус молился иногда ночами, если Иисус постился по сорок дней, чем мы лучше Его, и чем мы можем в этом смысле, чем мы отличаемся от Него, чтобы не делать это. Марка 6 глава, 34 стих. Иисус вышел, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пасторя, и начал учить их. И там дальше написано, что Он начал их потом кормить. Иисус увидел их. Иисус увидел их не просто внешне, Иисус увидел их внутренним зрением, духом своим. У Него было понимание того, что они были похожи действительно на таких овец, которые они имеют пасторя. Из этого духовного понимания, не душевного, а духовного понимания вышла эмоциональная реакция. Не эмоции на первом месте, а из духа. Эмоциональная реакция. Какое? Сострадание. А дальше действия, и Он начал их учить, и потом Он накормил их. Марка 3 глава. Написано, что Он зашел в синагогу, и там был человек с сухой рукой. И написано, и за Ним наблюдали. Не исцелит ли в субботу, чтобы обвинить Его? Этим людям было абсолютно наплевать. Пусть этот человек остается сухой рукой, пусть он остается больной, лишь бы не нарушили их прегиозное представление. И здесь написано, Он же говорит человеку, умеющему сухую руку, встань на середину. А им говорит, должны ли вы в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И воздрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, и говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, устала руку, и его здорово, как другая. Смотрите, опять Иисус на внимание обратил, то есть Он реагировал на ситуацию своим духом. Он увидел людей, у которых твердые, жестокие сердца, у Него была реакция, потом эмоциональная реакция, гнев и печаль, и потом действие исцеления. Вот что значит быть духовным. Кто понимает, о чем я сегодня говорю? Воспринимать не эмоциями. Многие люди своими изранеными эмоциями всю жизнь, поэтому и попадают в депрессию, о которой написано, все воспринимают. Why? Why? Ой, а что? Как я буду жить? Я замуж теперь не выйду. А тот, который воспринимает духом и соединен с духом Божьим, моя судьба в Божьей руке. Господь мой пастор, я ни в чем не буду нуждаться. И духом умерщвляю эту душу свою, но иногда нам это очень сложно, нам необходимо практиковать, постоянно практиковать пост. Я сегодня говорю о внутренних механизмах, того, что происходит у нас внутри. Мы читаем в Луке, например, еще в 19 главе Луки, когда Иисус входил в Иерусалим. И он увидел, он посмотрел на Иерусалим, он увидел больше, чем просто улицы. Он увидел состояние города, он увидел действие греха в городе, он увидел, и он начал рыдать. Смотрите, воспринимал духом, потом реакция эмоциональная, и потом действие, он высказал слово об Иерусалиме. Иерусалим, Иерусалим. Он высказал пророческое слово об этом. Поэтому пост является Божьим средством для того, чтобы смирить нашу душу, чтобы умертвить нашу плоть, чтобы наш дух стал чувствительный к Божьему Духу. И об этом я чуть позже скажу. Очень хорошо написано Исаии, 58 главе. Поэтому, когда мы желаем поститься, первое, что нам необходимо, это нужен настрой правильный, с которым нам необходимо входить в пост. От него в большей степени зависит, будет пост успешным или нет. Мы должны подходить к посту с позитивным отношением. Это Божья воля для меня, Бог благословит меня, если я постчусь в соответствии с Его волей. Во-первых, я верю в то, что это Божья воля, потому что об этом написано в Писании. Нам не нужно иметь особое чувство или особое откровение для того, чтобы упаситься. Это Божья воля для нас, потому что Библия очень ясно учит об этом, равно как и о молитве и о многих других вещах. Люди, которые ждут специальные откровения о чем-либо, что открыто в Библии, редко получают такое особое откровение и потом выпадают из Божьей воли. Аминь. Если ты ищешь какого-то особенного откровения, но не исполняешь то, что написано в Писании уже, что уже открыто в Писании, ты никогда не получишь этого откровения. Во-вторых, мы должны понимать, что Бог вознаграждает нас в посте. Отец твой, видящий тайны, воздаст вам явное. Давайте откроем сейчас книгу пророка Исаия, 58 главу. Исаия, 58 глава. Взывай громко, не удерживайся, голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня и о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Обратите внимание, я сегодня говорю о правильном посте. Пост, это не просто голодание. И они задают вопрос Богу, почему мы постимся и смиряем себя, как ты сказал, но не видим ответа. Ты же сказал, отец, видящий, тайное воздаст явно. И Бог отвечает. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в то время, так, чтобы голос вас был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, который в доме человек душу свою, обратите внимание, душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подсилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Здесь он говорит о неправильных мотивах, о неправильном отношении. Иисус говорил, первое, когда ты постишься, не труби во всеуслышание, не будь хвастливым, не будь таким духовным. Я такой духовный, я уже 30 дней в посте. Халлелуйя! Иисус говорит, этот пост уже аннулируется, ты уже получил свою награду. Он говорит, когда ты постишься, об этом вообще не говори, это между тобой и Богом. Далее он здесь говорит, ты постишься не для правильных целей, у тебя мотивы неправильные. Для того, чтобы дерзкой рукой бить других, дерзкой рукой бить других, это то, о чем пастор Слава сегодня зачитывал, чтобы он на мне женился, чтобы у соседа корова сдохла. Говорит, я просил, но не получайте, потому что просил для вожделений своих, Писание так говорит. И многие постятся, и думают, что это угодно. И Бог говорит, этот пост мне не угоден. Таков ли пост, который избрал Господь? Вот пост, который я избрал. Разреши, оковы неправды. В день поста. Нам нужно, день поста, это не просто, еще раз повторяю, голодание. Мы должны настроиться. Сегодня день поста. Значит, я, я разрешаю, оковы неправды. То есть, я, я смотрю на свое, исследую самого себя. Я привожу порядок в свою жизнь. И что мне неправильно, я исповедую перед Господом. Развяжи узы ярмага. Если у меня есть какой-то рабца, Господь, освободи меня от этого. И угнетенных отпусти на свободу. И растокни всякое ярмо. Угнетенных отпусти на свободу. Это значит, прости своих обидчиков. Значит, благослови своих врагов. В этот день поста, Бог говорит, ты должен это делать, если ты хочешь получить ответ. Если ты хочешь получить ответ. Это не просто голодание, еще раз повторяю. Это, это воздержание от пищи для духовных целей, с духовным, духовным образом, духовными средствами. Это день особенный. Это день особенный, когда я больше молюсь, когда я больше читаю Божье Слово. И еще хочу сказать об этом. В этот день мы должны больше читать Божье Слово. И я советую вам, прежде чем читать, даже молиться, читайте Божье Слово. Я, например, это делаю всегда так, когда дома. Я сначала читаю Писание. Слово Божье, оно возбуждает нас в дух, оно дает направление. И потом мы начинаем молиться. День поста. Приводи свое сердце в порядок. Ищи Господа. Прощай других людей. Читай Слово больше, чем ты обычно читаешь. И молись больше, чем ты обычно молишься. Если ты говоришь, что я работаю. Ну вот представьте себе, если ты даже работаешь, у тебя есть время на обед 15 минут. Вы знаете, 15 минут вместо этого читай Библию. Аминь. И молись. У тебя есть там ужин или завтрак. Пусть это время, которое ты обычно отделяешь для принятия пищи, отделяя для Слова Божьего и молитвы. Это очень практические вещи. Может быть, они не духовно выглядят, но они имеют величайшие последствия в нашей жизни, если мы это делаем правильным образом. И смотрите, что он дальше говорит. Раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагово, одень его и от едокровного твоего не укрывайся. Опять мы видим те же самые три вещи, которые Иисус сказал в 6 главе Ивангелия атмосфея. Даяние, пост и молитва, они должны быть вместе. Когда мы это делаем вместе, тогда будет воздаяние. С голодным разили хлеб твой, нуждающегося обеспечить. И дальше он говорит, тогда откроется, как заря, свет твой. Вот обетование того, что Бог обещает нам, когда мы правильно постимся, с правильным сердцем, с правильным отношением, приведя свое сердце в порядок, когда у нас есть даяние, пост и молитва. Для духовных целей Он говорит, свет, если ты во мрак, если ты не знаешь, куда идти, Бог говорит, тогда откроется, как заря, свет твой. Если тебе нужно направление в твоей жизни, если темно, если ты в долине смертной тени, и мрак вокруг, смерть дышит в лицо, Он говорит, смири себя перед Богом, пост, молитва, правильное сердце, правильное смирение перед Богом, оно отдает свет в нашу жизнь. Дальше Он говорит, второе, исцеление твое скоро возрастет, исцеление. Третье, и правда твоя пойдет перед тобою, в английском виде написано праведность твоя. Если в нашей жизни есть проблемы, непобежденного греха, Он говорит, праведность пойдет перед тобою. Четвертое, слава Господня будет сопровождать тебя. Знаете, что такое слава Господня? Присутствие Божие. Пятое, ответ на молитву. Когда ты возовешь Господа, Он услышит тебя, возопьешь, и Он скажет, вот я. Это на самом деле правильная мысль, которую сказал один брат пару дней назад. Это не значит, что Бог куда-то ушел далеко, Он всегда с нами. Но когда мы смиряем себя, когда наш дух выходит вперед, мы можем видеть Бога, вот Он здесь, Он со мной, халлелуя. И дальше, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно, и одашь голодному душу твою, опять повторяет эти вещи, опять здесь повторяется, что эти три вещи взаимосвязаны, молитва, даяние и пост. И напитаешь душу страдальца, тогда свет твой зайдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, водительство, постоянное водительство, вождем всегда, и во время засыхи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, удовлетворение всех твоих нужд, и ты будешь как напойный водой и сад, и как источник, который воды никогда не иссякает, и застроится потомками твоей пустыни вековые, ты восстановишь основание многих поколений, и будет назвать ее восстановителем развалин, возобновителем путей для населения, обновления, успешный труд восстановления, я думаю, что каждый из нас желает этих благословений, поэтому я думаю, что сегодня вы понимаете, насколько это духовно, насколько это важно, чтобы мы понимали духовные принципы и цели поста, и так, цели поста, первое, это смирить себя перед Господом, Давид сказал, я смиряю душу мою постом, в емкий пор Бог сказал, это особенный день, Он говорит, смиряйте души ваши, назначьте пост, до сегодняшнего дня евреи это делают, Бога смирение это всегда пост, это не эмоции, это не что-то туманное, но это очень определенное, Бог не будет нас смирять, мы с вами говорили, потому что Он сказал, чтобы мы сами себя смиряли, этот принцип проходит через все Писание, всякий возвышающий себя будет унижен, а всякий смиряющий себя будет вознесен, и поэтому выбор за нами, хочу ли я быть униженным, или я хочу быть возвышенным, я буду смирять себя, возвышение не от меня зависит, не от того, как я выпячиваю свою грудь, возвышение зависит от Господа, Аллелуя, другой мотив для поста, цель поста это приближение к Богу, я просто все это подвожу к общему знаменателю, Писание говорит, приблизьтесь к Богу, Он приблизится к вам, каким образом мы приближаемся к Богу, мы смиряем, и Он говорит, вот я, мы смиряемся, и мы начинаем видеть Бога рядом с собой, еще одна причина, чтобы лучше понять Божье Слово, откровения приходят, тогда, когда мы постимся, молимся, и молимся, очень важная часть, другая, это принять, найти Божью волю, или принять Его направление, когда у вас есть очень важное решение в вашей жизни, это ваше действие, ищите Бога в посте и молитве, ко мне множество раз подходили люди, и подходят до этого времени, и говорят, я вот пришел, или пришла, пастор, помолитесь, что мне делать, ехать мне в Россию назад, или не ехать, жениться мне, или не жениться, я сказал, я не буду вам отвечать на эти вопросы, это ваше решение, это ваша собственная жизнь, ищите Бога, смиряйтесь перед Богом в вашем направлении, и Бог даст вам в водительство, аминь, это от нас зависит, это то, что мы должны делать, еще одна причина, это поиск исцеления, я уже об этом говорил, также нам необходимо поститься, когда мы, в особых случаях, когда мы нуждаемся в Божьем вмешательстве, или когда возникают какие-то серьезные проблемы, неразрешимые обычным путем, если мой народ смирится передо мною, и в Писании имеется ввиду смирение, не то, что мы говорим, Господь, я смиряю себя в посте, и будут молиться, и взыщут лица моего, это еще глубже, более глубокое искание Бога, тогда я услышу с неба, прочую их грехи, исцелю землю их, сегодня особая ситуация в России, Украина, вы знаете, я задаю вопрос, кто из вас из Украины, поднимите руку, кто из России, поднимите руку, держите руки те, кто из Украины, из России, а теперь поднимите руки, если вы не оттуда, не оттуда, но у вас есть там родственники или друзья, поднимите руку, фактически это касается каждого из нас, и сегодня честно я вам хочу сказать, дорогие мои, послушайте, я хочу просто предохранить многих из вас, Я наблюдал за этими, иногда захожу и наблюдаю, что происходит. Фейсбук. Там все друзья, все верующие обычно со всего мира, с России, Украины и так далее. Все выставляют и все высказываются о своем мнении. И я обратил внимание, если ты из России, свое мнение даже из Среди Верующих. Если ты из Украины, свое мнение, своя позиция. Если ты из Крыма, своя позиция. Я вам говорил об этом в прошлый раз. Я верю, что мы должны понимать. Не воспринимать душою, своей эмоцией, ситуацию. Слышите? Я об этом сегодня говорил. Эмоционально. А видеть духом, как Бог это видит. А знаете, как Господь видит? А Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Западенцы, восточные, русские, даже Путин, даже Янукович. Но когда ты читаешь эти посты среди христиан, да чтобы эта собака сдохла. Я извиняюсь на одного или на второго. Братья, о чем вы говорите? Каким духом выдвижены, выдвижены своими эмоциями? Наша душа, наша плоть, она во вражде с Богом и противится Духу Святому. Но если я воспринимаю Духом Божиим, я могу услышать от Бога ответ. Вместо того, чтобы часам... Некоторые живут в интернете. Они там и спят, и едят. Когда не зайдешь днем и ночью, они там сидят и пишут свои посты. Что делать? Если бы в это время вы уделили времени посту и молитве, как написано в Писании. Оставьте это все. Господь сотворил нас. И мы должны понимать, для определенных целей мы должны исполнять Его волю. И мы сегодня, в следующей неделе будем продолжать поститься, опять и молиться об этой ситуации. Потому что это затрагивает наших близких, каждого из нас непосредственно. Давайте не будем становиться на чью-то сторону и эмоционально воспринимать. Потому что вам правду никто не скажет. Все это грязь, все это ложь и обман со всех сторон. Истина в Господе. Истина в Божьем Слове. И наша задача здесь на земле быть столбом и утверждением истины. Бог дал нам задачу здесь на земле быть священниками и царями. Он дал нам эту власть, поститься, молиться. Искать Его лица, поститься и молиться. Не только о том, чтобы кровопролития не было. Не нужно поститься о том, чтобы Путин умер, или Янукович, или чтобы еще что-нибудь. Нам нужно поститься, чтобы Господь дал покаяние в сердца людей, как мы сегодня слышали. Чтобы они взыскали Господа всем своим сердцем, как с одной, так с другой стороны. Все нуждаются в Боге. Россия нуждается в Боге. Украина нуждается в Боге. Все нуждаются в Господе. И Бог может решить своим образом. Поэтому Бог не дал нам право быть судьями. И люди исследуют этот интернет и свои собственные осуждения пишут. Мы не судьи. Знаете, кто есть судья? Смотрите, ситуация. Петра Ирод. Ужасный Ирод. Жестокий. Деспот. Демон. Издевался над людьми. Делал все, что хотел. Посадил Петра в темницу. Что делала в это время церковь? Она взяла транспаранты и пошла к дому Ирода. Что она сделала? Они молились. Они молились. И ангел Божий пришел и освободил Петра. Он приходит, стучит. Вышла служанка Петра. Не может быть. Вы представляете? Они молились. Они просто были верны Божьему Слову. Они даже не поверили. Она пришла и говорит. Петр пришел. Она говорит. Да не может быть. О чем же вы молитесь тогда? Но не важно. Когда мы молимся. Когда мы смиряемся. Когда мы постимся. Когда мы ищем лица. Он видящий тайное. Воздаёт нам явно. Есть у тебя сомнения или нету сомнений? Бог отвечает. И Петр на свободе. Но дальше мы видим. Ирод еще там начал творить дела. Он на этих рассердился народу. На этих рассердился. Ему не было. И он сел на свой трон. И говорит. Я как Бог. Это не наше дело судить. Кто о чем мнит. И хочет захватить мир. Или еще что-нибудь. Есть Бог судья. Праведный. На небесах. Который судит. И там написано. Ангел от Бога пришел. Он поразил. Ирода. Он упал. И черви его съели. Какая наша задача? Если мой народ смирится передо мною. Если они будут молиться. Если взыщут моего лица. То я услышу с неба. Я услышу с неба. Еще несколько таких вещей буквально важных. Когда ты постишься. Нужно хранить себя. И понимать что. Мы. Находимся в духовной войне. Как я уже говорил. Во время поста. Обязательно дополнительное время. Для чтения. Библии и молитвы. Во вторых. Хранить себя. От духовных атак. Потому что поста. Это не просто голодание. Вы идете на определенную жертву. Для поиска Божьего ответа. И я вам хочу сказать. Что сатана. Страшно ненавидит это. Вы знаете. Я наблюдал за собой. Когда. Вот я такой человек. Я могу. Честно вам скажу. С утра встал. И я могу. Вечером вспомнить. Что я не кушал. У меня такая привычка. Из-за того, что. Очень плохая. Из-за того, что. Поздно приезжаю домой. Обычно там. Пока доедешь. И так далее. И поздно кушаешь. Утром я почти никогда не ем. Хотя нужно наоборот. Я знаю. И вот когда это обычный день. Я могу до вечера. Вечером только вспомнить. Что я не кушал. Но если ты входишь в пуст. Семи утра. Уже ты понимаешь. Есть хочу. Твой организм. И это на самом деле так. Вы можете чувствовать в это время. Какие-то атаки. Какое-то смущение. Пусть это вас не смущает. Это комплименты от дьявола. Он говорит, что это не нравится. Это не имеет никакого значения. Что ты чувствуешь. Многие ожидают, что во время поста. Он будет чувствовать так. Я ничего не слышу. И Бог мне не говорит. Я не слышу голоса. Но Господь на самом деле говорит очень тихонечко. Ты потом это поймешь. Поэтому. Давайте мы будем поступать по Божьему Слову. Давайте мы будем искать Его лица. Это очень важно для нас сегодня. Я верю. Если мы пропустим этот момент. В церкви сейчас наступил этот момент. Господь хочет нас вести. Своё присутствие через поклонение. Молитву и пост. Давайте мы будем это делать. Мы в дальнейшем будем планировать наши недели. О чём мы будем молиться вместе. И я верю, что Бог желает, чтобы мы делали и ночные молитвы. Это тоже по Писанию. Но к этому нам нужно подойти. Чтобы делали среди недели ещё молитвы. Чтобы вся церковь стала молящейся. Он говорит, я хочу, чтобы мой дом домом молитвы был наречён для всех народов. Домом молитвы. А Бог слышит наши молитвы. Аминь. Давайте мы встанем сейчас. И давайте мы в этом местописании сейчас повторим. И это будет, пусть нашим будет провозглашением. На следующую неделю, когда мы будем поститься и молиться за ситуацию у России, Украины. Давайте мы скажем вместе. И смирится народ мой, который именуется именем моим. И будут молиться. И взыщут лица моего. И обратятся от худых путей своих. То я услышу с неба. И прощу грехи их. И исцелю землю их. Давайте ещё раз вместе скажем. И смирится народ мой, который именуется именем моим. И будут молиться. И взыщут лица моего. И обратятся от худых путей своих. То я услышу с неба. И прощу грехи их. И исцелю землю их. Поэтому в следующей неделе, пусть это будет ещё не только провозглашение, пусть это будет темой молитвы. Господь, мы молимся за Россию, Украину, за правителей. Чтобы Ты смирил их, Господь. Чтобы Ты вложил в их сердца. Чтобы Ты разрушил всякую злобу. Всякое разделение. Чтобы Ты побудил церковь Твою людей молиться. Искать Твоего лица. Обращаться от худых дел. И Господь даёт обетование. Я услышу с неба. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Господь, Отец Небесный, за Твое чудесное Слово. За эти истины, которые такие простые. Но они такие действенные. Господь, благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за обетования Твои. За то, что Ты верный Своему Слову. И то, что Ты сказал, Ты обязательно исполнишь. Аллилуйя. Господь, Дух Святой, я обращаюсь сейчас к Тебе. Я нуждаюсь в помощи от Тебя. Господь, Дух Святой, я нуждаюсь в помощи от Тебя. Ты помощник во всех моих делах. Господь, помоги нам дисциплинировать себя. Господь, помоги, Господь, установить это время, постоянное время, когда я буду искать Тебя в молитве и посте. Аллилуйя, Господь. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Отец, за это слово. И я верю всем моим сердцем, что это принесет прорыв, Господь, прорыв в наших жизнях, прорыв в церкви, прорыв в этом городе. Ты сказал, Ты исцелишь землю. Ты исцелишь не только землю, в которой мы живем. Ты исцелишь мою землю, мою семью. Церковь Твою, Твое исцеление возрастет, Господь, и правда Твоя, и водительство Твое, и слава Твоя. Она будет в наших домах, в церкви Твоей, Господь. Аллилуйя. Помоги, Господь, Дух Святой. Помоги нам, Господь. Помоги нам, Господь. Пусть это откровение, это слово не дает нам покоя. Господь, пусть оно движет нас к конкретным действиям во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Поклоняемся Тебе. Дай нам быть воистину духовными людьми. Господь, смирять Свою душу, Господь. Побеждать Свою плоть. Господь, пусть наша Твоя воля будет здесь на земле, как и на небе. Пусть воля Твоя будет в моей жизни, Господь. Во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Тот, чем останется Божьим присутствием, если здесь есть люди. Если здесь есть люди, которые никогда свою жизнь не отдавали Господу. Вы нуждаетесь в Боге. Бог сегодня не просто просит, Бог сегодня всем людям повсюду повелевает покаяться. Я знаю, что здесь есть люди, которые, может, вы пришли первый раз, может быть, вы пришли второй раз, но сегодня Господь зовет вас. Войдите вперед. Отдайте свою жизнь Господу. Сегодня мы живем в таком мире и в такое время, когда Библия говорит, все, что можно поколебать, оно будет поколеблено. Все будет поколеблено, чтобы осталось то, о чем мы сегодня с самого утра слышали. Непоколебимое. То, что основано на камне. То, что основано на Господе Иисусе Христе. В это время, когда весь мир будет издыхать от ожиданий бедствий, Иисус сказал Своим детям, а вы не бойтесь. Господь есть крепкая башня, укроется в ней праведник и будет безопасен. Давайте мы поднимем наши руки еще и попросим, чтобы Дух Святой особенным образом прикоснулся к этим людям сегодня. Дух Святой, мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь, и Ты продолжаешь свою работу, и Ты касаешься сердец людей, Господь. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты сверхъестественным образом прикоснулся к ним сегодня. Я прошу Тебя, чтобы Ты прикоснулся к их сердцам, к их разуму, Господь, и Своей любовью навсегда, навеки прилепил их к Тебе, Господь. Благодарим Тебя, благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Может быть, кто-то еще? Пожалуйста, время есть. Не упустите свой шанс, свою возможность Бог вам дает. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Так говорит Слово Божье. Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. Так говорит Слово Божье. Бог ждет вас, мы вас ждем, мы рады будем с вами помолиться. Для нас это честь и огромная привилегия. Молиться всеми, кто желает открыть свое сердце для Бога. Аллилуйя. Аллилуйя. Как вас зовут? Эли? Как вас зовут? Нона. Очень хорошо сделали. Вы понимаете по-русски все? Очень хорошо. Клава Богу. Эли. Аллилуйя. Вот Эстония. Аллилуйя. Это очень правильное решение, которое вы приняли. Подруга. Слава подруге, да? Видите? Аллилуйя. Подруга поступила подружески. Не скрыла правду от подруги. О спасении. А то есть такие подруги, которые друзьям даже не могут сказать о том, что они верят в Бога, родились выше, имеют Духа Святого, спасены в Господе, а втихаря себе потихонечку веруют. Я хочу сказать, что она, мы первый раз видели на улице, она вышла ко мне и говорит, давай подружиться. И я так рада была. И сразу мы Богом говорили вдвоем. Мы были чужие, и сразу мы стали друзьями. И Бог нас, эх, так делала, что мы, и что я здесь. По-моему, Бог хочет студентам что-то сегодня сказать, которые домашние задания делали. Старшая группа, помните? Что-то Бог вам сегодня проговорил. Все остальные, может, не понимают нашего разговора, но у нас там такая тема идет. И я думаю, что Бог прямо сейчас показал, что значит первый контакт и первая молитва и возможность. Потому что мы говорим о том, что Бог, возможно, тебе дает с человеком одну встречу. Не упусти возможность предложить ему помолиться. Может быть, это будет единственная встреча. Поверь мне, он никогда не пожалеет о том, что в эту единственную встречу ты предложил ему помолиться. Предложил ему помолиться. И он из этой молитвы вечность проведет на небесах. Видите, что делает? Первая встреча и первая молитва при первой встрече. Почему алкоголика могут выпить при первой встрече? Им ничего не мешает выпить при первой встрече. Друг друга первый раз видят и предлагают друг другу, давай выпьем. Почему курящие могут предложить сигарету при первой встрече? Почему верующие люди не могут предложить молитву при первой встрече? А может, у человека нужда? Может, у человека тоска? Почему нет? Аллилуйя. Слово Божие работает. Аминь. Аминь. Слава Господу. Хорошо. Я помогу вам молиться этой простой молитвой. Говорите от сердца искренне эти простые слова. Вы говорите Богу. Мы просто помогаем вам. Вот эти все люди, которые стоят, они все молились. Один день они делали то, что делаете вы. И они сегодня счастливы. Поэтому искренне обращайтесь к нему с этими простыми словами. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за эту прекрасную возможность к Тебе обратиться. Я верю Господь. Иисус Христос умирал за меня. чтобы простить мои грехи и дать мне вечную жизнь. Я прошу Тебя, Господь, сегодня. Прости все мои грехи. Я прошу Тебя, Иисус, приди в мою жизнь. Я открываю Тебе сердце мое. Я приглашаю Тебя. Стань моим Господом и личным спасителем. Запиши мое имя в книгу жизни. Дай мне познать Твое Слово, Твою Святую Волю и служить Тебе всю мою жизнь. Во имя Иисуса прошу Тебя. Аминь. Аллилуйя. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Мы желаем благословить вас молитвой благословения. Все, кто желает благословения нашим сестрам, пожалуйста, простите ваши руки, если вы искренне этого желаете. Посмотрите, сколько рук в вашу сторону поднялось. Они посылают вам благословения. У вас был когда-нибудь такой случай, чтобы столько людей вас благословляло? Принимайте все благословения. Аллилуйя. Отец Небесный, мы призываем благословения жизни, благословения радости, благоденствия Твоего. Господь, уйдет так много в Твоих кладовых благословений для каждого человека. Господь, во имя Иисуса Христа, мы призываем Господь. Благослови, Отец. Ты знаешь, в чем она нуждается сегодня. Господь. Ты знаешь, Господь, нужду, боль и радость. Господь, сегодня это сердце открылось для Тебя. Господь, обними сегодня, как Отец обнимает дитё. Дух Божий наполни. Как воды наполняют океаны, так Ты наполни своим присутствием эту жизнь. Господь, пусть этот день войдет в историю, как день новой жизни. Во имя Иисуса, Дух Божий, благодарим Тебя за Твое присутствие, за Твою глубокую и серьезную работу. Господь, сердца жаждут Тебя. Они жаждут Тебя не только в церкви, они жаждут Тебя на улицах. Господь, народ изголодался по Тебе, Господь. Ты нужен нам, Ты нужен нам, живой, святой Бог наш, сотворивший нас, давший нам жизнь и дыхание, сотворивший нас по образу и подобию своему. Мы славим Тебя и благодарим Тебя, Отец. Аллилуйя. Господь, мы просим, прикоснись сегодня Духом Твоим, Святым. Господь, сила и исцеления. Во имя Иисуса мы благословляем нашу сестру, Господь. Верую я Твоему Слову, Твоим обетованием, Твоим святым пророкам. Провозглашаем благословение жизни и радости. Всякого успеха по воле Твоей, по слову Твоему. Во имя Иисуса Христа мы благословляем, Господь. И призываем Твое благословение, Господь, для славы великого Твоего святого имени. Откройся, Господь, наполни Духом, Господь, Твоим святым, истинную Твоей жизнью. Даруй Твою победу, Господь, славную победу Христом Иисусом. И весь Божий народ сказал Амин. Аллилуйя. Будьте благословенны. Слава Господу. Посмотрите, пожалуйста, налево. Вот эта прекрасная сестра, она вам скажет, что вам нужно делать дальше. Даст вам короткую инструкцию. Пожалуйста, уделите пять минут вашего времени. Аллилуйя. Присядьте, пожалуйста, на несколько минут еще. Послушайте меня внимательно. Я знаю, то слово, которое Бог сегодня говорил к нам, оно очень практично. Очень практично. Микрофон, да? Я говорю, то слово, которое мы сегодня слышали, оно очень практично. И я знаю, что в зале есть люди, которые, может быть, никогда вообще не постились в своей жизни. Может быть, есть люди, которые боятся вообще поститься. Есть люди, которые, возможно, голодали, но не постились. Я вам скажу несколько практических таких вещей, которые, если вы решили уже в сердце простого желания поститься, я вам скажу несколько практических вещей. Очень важно не только пост, а подготовка к посту, заход в пост и выход из поста. Никогда не наедайтесь экстра на пост авансом. Пожалуйста, это глупость, это жадность вашего организма, который в 7 утра требует breakfast, при том, что он поужинал в 3 часа утра. Он все равно уже в 7 утра голодный. Это просто реальность такова. Мы говорим о практике. Приготовьте свое сердце для поста. Приготовьте в молитве со словом «Бог, я этот день посвящаю тебе». Вы запомните, что через 40 дней после поста Иисус встретился не с отцом, а встретился с дьяволом. Пост – это не шутка. Это сильное оружие, которым можно повредить что-то. Поэтому мы призываем к практическим и здравым вещам. Не надо поста бояться, но надо постом умело пользоваться. Поэтому приготовьте свое сердце. Если вы заходите больше, чем на один день в пост, перед этим, последний день перед постом старайтесь меньше мясного или вообще его не кушать, чтобы организм был максимально, ему было легко. Во-вторых, многие из вас плотно сидят на кофе, на чаях всяких. 99% что вам будет болеть голова, когда вы пойдете в пост. Это не просто атака от дьявола, это просто привет от кофеина. Не надо преувеличивать духовные и плотские вещи, понимаете? Просто реальность такова. Может, она не будет болеть. Но, во-вторых, еще одна вещь. Когда вы пойдете в пост, не зная от вашего духовного состояния, насколько вы близки с Богом, но я точно вам гарантирую, что ваша чувствительность повысится. Прежде чем вы столкнетесь и почувствуете Бога, вы встретите соседа или соседку или мужа или жену, который не с той ноги встал именно в тот день. Просто это реальность жизни. Поэтому в этот день старайтесь быть максимально спокойны. Calm down. Ваша чувствительность не должна давать вам право на всякого рода поведение. И не надо говорить, извини меня, я в пассе. Поэтому я так себя веду. Ты же понимаешь, что я в этот день очень чувствительный. Это просто реальность. Ваш организм, вы его знаете, что он злой. И он эту злость будет передавать вам. Мы просто... Знаете, с грехом пришла смерть. Похоть, грех, сделанный, зачавший, рождает смерть. Это очень серьезные вещи. Поэтому, прежде чем вы ощутите присутствие и чувствительность духовную, возможно, то это очень многое зависит, на каком вы духовном уровне, на каких духовных отношениях. Но, скорее всего, первое, что проявит себя плотская, незрелость и греховная природа злости. Понимаете? Еще один момент. Пастор говорил, что не надо рекламировать свой пост. Я скажу, пожалуйста, не надо прятать ваш пост. Не надо из этого секрет тоже делать. Я тебе не скажу, почему я не ем. Чтобы вас не сдали в полицию. И чтобы вас не подумали, что вы куда-то ходите, где вас чему-то странному учат. Абсолютно спокойно, трезво, нормально сказать, если вас спросят, почему не кушать, сказать скромно и вежливо. Извините, у меня сегодня просто день поста, поэтому я не кушаю. Чтобы люди не думали, что вы какой-то с причудами. Не надо этого. Не бросайте день на Бога, ни на церковь, ни на себя. И последнее скажу. Когда вы выходите из поста, когда пост заканчивается, не бегите к холодильнику и не поглощайте все вместе с металлоломом. Образно говорю. Это, наверное, большая дисциплина, чем поститься, скромно покушать и пойти спать. Что-нибудь жидкое или что-нибудь из салатов. Понимаете? Не надо обвинять Бога, если вы свое безрассудное поведение к телу, заработаете себе язву или гастрит какой-то. Понимаете? Поэтому вот такая практика. Простая. Я думаю, что можно об этом говорить больше, и пастор будет еще говорить больше. Но я просто сидел и думал, человек никогда не постился, он хочет попробовать. Попробуйте, у вас получится, не сомневайтесь. Не переживайте за головную боль. Если не в моготу, вы можете остановить и сказать, хорошо, я сегодня попощусь, я сегодня полдня буду. Я приготовлю, я вижу, что я зависим от кофеина, я должен поработать. Понимаете? Есть emergency post. Тут вопросы, помните, ко в Неневе? Там вопросов нет, болит голова или нет. Пацарь сказал, три дня, ни скот, никто. Я понимаю, как люди, но я не понимаю, как скот три дня не кормить. Я это не понимаю. Я вырос в селе, я этого не понимаю. Не могу понять. Но такое было. У меня кошка есть, есть. И пришло ей время, вы не дали ей поесть. Она на голову выскочит тебе. Нет, не день, просто время прошло. Понимаете? Она не понимает, что такое пост. И она не понимает, что опоздал хозяин. Летят тарелки, летят шторы, все летит. Давай, я, ты пропустил кормежку. Но Библия говорит, такие случаи тоже были. Это есть emergency. Понимаете? Поэтому Бог нас призвал к разумному служению. Окей, я думаю, что по теме будет больше объяснений. Чисто вот так. Потому что прошлую неделю мы постились, эту неделю мы будем поститься. Потому что на самом деле лучше поститься, чем стрелять из автомата. Я говорю, лучше поститься, чем из автомата в очереди, чтобы спыляли брат на брата. Понимаете? Лучше пусть церковь будет в посте. И политики все равно, в конечном итоге, должны сесть за стол и договориться, как дальше жить. Какие бы ни были противоречия, нет причины для кровопролития. Нет причины для братоубийственной войны. Нет. Понимаете? Нет. Это должны все услышать. Нет причины убивать брат брата. Нет. Христианский народ, христианская нация, нету причины убивать брата. Понятно? Просто. Как бы кто ни говорил, какие бы ни были политические мотивы. Каин пожалел о том, что он убил Авеля. Каин пожалел. И тот, кто примет решение, он пожалеет об этом. Потому что сиюминутно, оно окажется правильно, а в истории будет неправильно. Поэтому мы будем продолжать молиться, поститься, и Бог даст свой ответ. Слава Богу, Бог сохранил для этого времени. Аминь. И пастор Марти хочет. Прежде чем пастор Марти, я хочу всех наших сестер поздравить еще также с праздником. Кто празднует, кто не празднует, кто что об этом думает. Но я думаю, 8 марта это хороший повод сказать нашей лучшей половине человечества. Спасибо огромное. Мы вас любим. Мы вас благословляем. Будьте хорошими. Будьте цветущими. Будьте полными Духа Святого. Будьте теми, кто поддерживает крепкую половину общества своей красотою, своей нежностью, своим теплом, своей любовью. У вас все получится. Аминь. Мужской завтра в 9 утра. И библейская школа в 3. Часы переводятся? Завтра на час вперед, да? Тогда мужской будет в 8 по сегодняшнему. Вы готовы платить цену? Окей. Пастор Марти. Слава Богу! Халлелуя! Это прекрасно быть в Доме Божьем в присутствии Господа. Моя душа радуется, что я слышу ясное, чистое послание о посте. Потому что это нас приводит в Божье присутствие. И понимаете, в чем сегодня самая большая проблема? Это что страх будет строить в Украине, Нью-Йорке, и вокруг мира, в Хаити, везде. Потому что страх набирает обороты сегодня везде, в Украине, в Нью-Йорке, в Гаите, везде страх берет свое место в сердцах людей. There's many types of fear. Есть очень много разных видов страха. Fear of war and bloodshed in Ukraine. Страх войны и кровопролития в Украине. Fear of running out of money in America. Страх оказаться без денег в Америке. Maybe you came today to church your heart filled with the fear. Может быть, сегодня в сердце пришло и в твоем сердце страх. But let me tell you something. Every time Jesus spoke to disciples, for example, to Mark chapter 4 when they were on the boat and storm came over. And disciples were yelling we are dying. They were terrified. And Jesus said, do not be afraid. And we came just back from Haiti and Dominican Republic. Our start was terrified there. 22 people from Canada had come to make a building for Christian school. And they were staying in the hotel. The first night, the gunmen came to rob them. And a night guard ran after the thieves. Night guard. And these gunmen shot him nine times. They shot shoot the night guard nine times. Some bullets went through the hand, some went on the feet. He is in the hospital in Dominican and he will live. Next day, the fear built up among the Christian Canadian group. 22 people bought new airplane tickets and fly back to Canada. It was number one headline news in Dominican TV. And a lady there and pastors were crying, what are we doing now? No money. Not 22 people how to build the home. For Christian teacher. whose house was collapsed. Her mother is filled with cancer. Everybody is terrified when we come there. Pastor Jaime said, Pastor Marty, it's hard for me to be man of God and believe the promises of God. but let me tell you something. He who is in us is greater than he who is in the world. I said to Pastor Alonso, I can do nothing. But God can do. With our team, by the way, there was one man from Ukraine included our team. Somebody from Washington and our team received the money and we had her house to be built. By faith. Hallelujah. And fear not built up. And when I was praying for your church, through the fasting and your prayer, it's very important. God is speaking to my heart that many of you have fears. many of you have sadness inside of your heart. And God is saying very clearly, you need to cut off your Russian mentality. I'm very sorry to say this. You need to cut your Poland mentality. You need to cut your Estonian, your Finland, your New York mentality. And you start need to living with God's kingdom mentality. Hallelujah. Because many of you, many of you are asking every day, why I became an immigrant. I don't belong to Russia or Poland or any other nation anymore or Ukraine. Life is not that good in New York. You have more challenges here maybe than you had back home. But God is saying you are my masterpiece and I have created you for my good work. Hallelujah. Ephesians 2 chapter 10. Ephesians 2 10. And let me tell you something. Peter 4 13 says I can do all things in Christ who strengthens me. So why you are saying there that I am such not good mother or not good wife or not good husband that my life is this miserable. Or why you are saying I am not that good worker that I don't deserve the better life and I am not that good of a Christian that I don't deserve blessings of God. That is the lie of enemy and you need to cut that off. Because you have been created for image of God to do good works and nothing is impossible to him who believes. Hallelujah. But you need to do some sacrifice like fasting getting closer to God. If you're not happy what you're reaping in your life you need to change your sowing let me close very quickly I want to talk about the great man of prophet Elijah Bible has 12 minor prophets and 5 major prophets 12 minor small prophets and 5 big prophets but biggest prophet